Нормальная температура. Тогда был действительно полный дистант, когда в ВУЗ вообще никто не заходил и мы полностью перешли на локдаун. То есть сейчас ВУЗ работает, работают все службы. Мы не исключили заход наших студентов в университет, они имеют возможность заходить сюда и отдельные консультации мы проводим. Но нет никаких массовых мероприятий, нет массовых лекций. Приказ о дистанте накануне вышел и в Алтайском государственном университете. Здесь также с 3 по 13 февраля все виды занятий, семинары, лекции будут проходить исключительно в дистанционном формате. Исключением не стал педагогический университет. И также пока до 13 февраля у всех дистант. Вход в университет не запрещен, но только если это действительно необходимо. На мой взгляд это уже третья волна, когда мы студентов в таком общеуниверситетском формате выводим на дистант. По числу заболевших эта третья волна самая, так скажем, тяжелая. Такого количества заболевших в прошлый этап у нас не было. В том числе из-за вспышки коронавируса 40 студентов ПИДа в понедельник не смогли выехать в ежегодный снежный десант. Его перенесли на неопределенный срок. Но пока у студентов есть возможность помогать здесь, в городе. Волонтеры разводят лекарства ковидным пациентам, которые лечатся дома. Мы сформировали немедицинский отряд волонтеров, порядка 20 человек. И в настоящее время ребята в городе Барнауле осуществляют развозку лекарств и продовольство, питание. Ограничения коснулись и школ. Более 10 тысяч барнаульских первоклассников уйдут на дополнительные каникулы. В 21 школе города каникулы начнутся с 7 по 13 февраля. Еще в 63 школах с 14 по 20 февраля. В соцсетях многие родители, как всегда, встретили эту новость негативно. Кто-то предлагает отправить детей в школу, получать знания и естественный иммунитет. А пока остается гадать, выйдут ли студенты и школьники на учебу в положенные сроки. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Спасибо. Спасибо.